Какой нормальный человек, нормальный человек, который еще притрагивается к искусству, хочет достичь его высоты, а высота в том, чтобы его узнают люди, народ, будет рад ему и так далее, и так далее. Это дает, это любого нормального ребенка, нормального, любая мама, дающая ребенка в манекенщицы, хочет, чтобы он стал лицом быть такой-то фирмы или такой-то, и вообще популярным. И в этом ничего плохого нет. Если нет у человека стремления к цели, зачем-то вообще жить, ну что, серым быть, бог знает кем, понимаете, надо, так сказать. Ребята, которые работают у нас, конечно, не хотят прославиться, конечно, не хотят быть известными, и ничего в этом плохого нет. Получается? Нет. У некоторых не хватает, так сказать, дыхания, они уходят. Некоторые упираются рогом и добывают. И добиваются, и работают, и снимаются, и в театрах работают. Вот, так сказать, вся история. Поэтому я всегда говорю, зачем нам все это артисты, кроме столько артистов. Но кто-то вот сильный, в силу каких-то, иногда талантливый плюнет, а средне-талантливый пробьется и добьется. И этого нет ответа. И так может быть, и так может быть. То есть ответ есть, и оба варианта возможны, понимаете. Вот. А человек, который не хочет вообще, нет, зачем тогда? Надо так сделать, чтобы все... Помните, как? Ай да Пушкин, ай да Сукин сын. Вот. А? Как я? А? Понимаете, это пик, успех, это пик колоссальный. Ну, практически оргазм для творца, который вот делал, делал, что-то делал, рисовал, рисовал, показался. Просто говорит, а-а-а, обалдеть, понимаете. Сыграл, ой, потрясающе. Для вас известность это, ну, такой, польза, да? То есть это что-то действительно полезное или это бремя? Ну, вот сейчас для вас лично. Да нет, для меня я не так уж и знаменит, не так уж это я велик. Чтобы сказать, что от меня там все умирают. Но очень часто вижу лица благодарности. И мне это очень приятно, потому что я свою жизнь прожил для огромного количества людей, создавая в их детстве хорошие яркие куски. И мне хватит надолго этого. И ничего в этом плохого нет. Я никогда не отказываю людям сфотографироваться, подписать. Никогда. Потому что, понимаешь, эти люди... Ну, если он, так сказать, в рамках себя одержит, то этот человек абсолютно, понимаешь, да. Вот мое состояние. Помогает? Иногда помогает. Иногда, наоборот, становится еще хуже, а не лучше. И такое бывает. Да, так сказать, где-то там оштрафуют еще больше. Ну, что-то там, ну, условное говорю. Нет у меня конкретного. Где-то помогает. Ну, чуть-чуть, может, не сказать, что там прямо... Ой. Ну, иногда стоишь в очереди, вдруг сзади подходит человек и говорит, ну, что же вы стоите, пойдемте с нами. Обведут куда-то и зарегистрируют самолет. Вроде ерунда, а приятно.